Андрей Владимирович Кивинов. Чёрный Мерин. Несмотря на кажущуюся невероятность, сюжет основан на реальных событиях, однако совпадение фамилий, прозвищ, названий фирм и учреждений, населённых пунктов, торговых марок, брендов, кличек собак и тому подобного с реально существующими является случайным, как бы кому не хотелось обратного. Автор выражает признательность Игорю Семёнову, без встречи с которым эта книга вряд ли бы появилась. «Я не обладаю способностью читать по губам, но могу поручиться, что в течение последнего часа меня трижды обозвали уродом, четырежды чайником и семь раз словом с пелёнок знакомым каждому вменяемому гражданину, но не мамой. Правда, сами цифры весьма приблизительные, я не загибал палец, когда кто-нибудь показывал мне свой, вытянутый, средний. Кстати, особенно красиво смотрелись дамские пальчики, увенчанные изящным ноготком с маникюром экзотической расцветки». А, собственно, что я такого козлиного сделал? С моей точки зрения ничего аморального. Интереса ради провёл небольшой эксперимент. Попытался не нарушать правила дорожного движения, катиться с максимально допустимой скоростью — 60 км в час там, где обычно гонят под сотню. Пропускать пешеходов на зебрах, не проскакивать на жёлтый, притормаживать перед трамвайными остановками, за что и подвергался обструкции нервными собратьями по рулю. Но плотно поднятые стёкла моего авто обеспечивали лишь звуковую защиту от оскорблений. Визуальный ряд оставался. Приходилось наслаждаться добрыми лицами и не менее милыми жестами. Впрочем, ничего другого от эксперимента я и не ждал. Главное правило дорожного движения — не хочешь прослыть уродом и чайником? Нарушай. К слову, по этой причине безопаснее всего переходить улицу на красный свет. Хотя бы знаешь, чего ждать. Унижению подвергалась не только моя высокочтимая персона, но и преданный четырёхколёсный «Мустанг» производства Тольяттинского автогиганта. Модель номер восемь, год выпуска — 1991. Цвет бордо потёртый. На треснутом лобовом стекле знак «Уступи дорогу», на заднем наклейка «Внимание! Я в угоне», на левой двери след от сбитой старушки. Шутка от старичка. «Уверен, будь под моей задницей кресла какого-нибудь чемоданоподобного Гелендвагена или полноприводного Лексуса, количество оскорблений сошло бы на нет. Вряд ли бы у кого поднялся палец на хозяина такого коня». Эйн может и ответить. В не менее милой форме. «Я, конечно, тоже могу ответить, но всерьёз это никто не воспримет, поэтому и не отвечаю. Берегу бесценные нервные клеточки и голосовые связки. Еду себе спокойно, как предписано упомянутыми правилами, на чём Господь послал. Но, если честно, я бы не отказался, если бы Господь дал мне машину немного больше. Например, тот же Гелендваген или любой другой джип производства всемирно известного концерна «Мерседес Бенц». Но в связи с тем, что я, как чайник, стараюсь жить по установленным в обществе правилам, то имею в свои 26 с небольшим не импортный джип, а отечественную восьмёрку. И тружусь не топ-менеджером нефтяной компании, а скромным курьером в туристической фирме «Парадис», куда сейчас и направляюсь. Время от времени из хулиганских побуждений я подмигиваю фарами встречным лихачам, якобы впереди человек с радаром. Лихачи должны быть мне благодарны. Они тут же сбрасывают скорость, тем самым снижая риск попасть в аварию. До начала рабочей смены ещё 15 минут. Я не опаздываю. Осталось последний раз пропустить пешехода, увидеть знакомый изгиб губ владельца какой-нибудь Мазды и свернуть с широкой магистрали в тесный переулок, где бросить якорь возле двухэтажного небоскрёба, на первом этаже которого арендует пару комнат родной «Парадис», что в переводе с английского приблизительно означает «рай». Скоро год, как я каждое утро, кроме законных выходных, езжу по маршруту квартира «рай» на своей малолитражке, чтобы приносить пользу обществу с ограниченной ответственностью, и получать за это 400 условных единиц, но не евро, в месяц. Бесплатный корпоративный обед, безлимитный мобильник и две сотни литров бензина. И не литром больше. Всё подсчитано у господ-капиталистов. На эти литры я смогу кататься столько, сколько нужно хозяевам. А если захочу, например, проехаться в обеденный перерыв в ювелирный шоп, чтобы прикупить пару-тройку бриллиантов для любимой, мне придётся сделать это исключительно за свой счёт. В фирме четыре офиса, и в мои курьерские обязанности входит мотание между ними в течение рабочего дня. Иногда случается исключение, и меня отправляют в аэропорт или какое-нибудь консульство. Вожу я документы, порой деньги. Иногда большие деньги. Шеф Анна Сергеевна мне доверяет, и я оправдываю высокое доверие. Ни один бакс, вручённый мне, пока не растворился в заморских офшорах. Это выгодно отличает меня от моего предшественника, который укатил вместе с двадцатью тысячами чёрного нала и до сих пор где-то ездит. Видимо, заблудился в городе или попал в затяжную пробку. Анна Сергеевна, или просто Анюта, как я её обзываю, наверное, до сих пор ждёт его возвращения, поэтому даже не заявила в органы. Я же попал на блатное курьерское место благодаря моей любимой спутнице жизни Вероники, лично знавшей Анюту и поручившейся за меня девичьей честью. Правда, она предупредила, что я слегка рассеян. Наглая клевета. Господь наградил меня множеством пороков, но только не этим. Подумаешь, пару раз не запер на ночь машину. И один раз потерял права. С кем не случается. Даже на трезвую голову. Не чемоданчик же с ядерной кнопкой в метро оставил. На дворе лето, разгар туристического сезона. Вылезать из-за руля приходится лишь на бесплатный обед и для производственной гимнастики, дабы не заработать неприличную сидячую болезнь. Перекуров нет. Хочешь курить? Кури на ходу. Слава Богу, я не курю. В дороге слушаю радио, поэтому нахожусь в курсе всех мировых и местных сплетен и новинок музыкального рынка. Иногда, если по пути, беру попутчиков или попутчиц. А если не по пути, подвожу за деньги. Сегодня на мне бейсболка, светлые шорты и сине-бело-голубая футболка моего любимого «Зенита» с номером 11 и надписью «Александр Киржаков» на спине. Я надеваю ее в дни матчей. На игру сходить не смогу, буду болеть, слушая радио и прицепив на антенну клубный флажок. Наши обязательно выиграют. Или проиграют. Или будет ничья. Если вдуматься, четвертого не дано. Заглушив двигатель и вытащив из консоли старенький, но крепкий панасоник, я вынырнул из душного салона, миновал дверь с выцветшей фреской горящие путевки и оказался в продуваемом кондиционерами офисе перед Сергеем Николаевичем Мышкиным. Это наш старший менеджер по особо важным делам. Человек ответственный и серьезный. Он не позволяет себе в рабочее время заниматься личными проблемами, за что снискал уважение в коллективе и надбавку к окладу. В офисе он всегда появляется первым и всех, кроме меня, называет по имени-отчеству. В общем, весь такой положительный, как реакция Вассермана. Доброе утро, Сергей Николаевич. Здравствуй, Артем. Как добрался? Пробки? Безобразие. Этот нехитрый диалог повторяется изо дня в день и не несет глубокой смысловой нагрузки, вроде как «хауаю» у американцев. Нам детей не крестить, в разведку не ходить, а посему нечего и лезть друг другу в душу. Держи. Старший менеджер протянул мне пухлую папку. Срочно вези на Балтийскую. Отдашь Анне Сергеевне, она там. Будь поаккуратнее, здесь паспорта с английскими визами. У людей завтра самолет в Лондон, а люди серьезные. Не отдадим паспорта, отдадим концы. Не Березовский случайно? Без тени иронии уточнил я. Нет, не Березовский. Даже не улыбнулся Сергей Николаевич. Давай, езжай. А потом куда? Там скажут. Да, чуть не забыл. Анна Сергеевна еще кое-что попросила. У Юлии Борисовны сегодня день рождения. Заскочи по пути на рынок, купи цветы. Мышкин достал из бумажника три сотни. Она розы любит. Выбери получше. И обязательно на рынке, а не в ларьке. Юлия Борисовна, а проще Юлька, наш молодой менеджер из офиса на Балтийской улице. Ничего, подруга. Правда, с гонором. Пальцы пока веером не растопыривает, но предпосылки имеются. Через год-другой в дверь пролезать не будут. Помешана на похудании, поэтому смело может сниматься в ужастике «Ночь живых мертвецов» или «Байки из склепа». Получив задание, я возвратился к «Мустангу». «Мустанг», к слову, мой личный. Именно с таким условием меня брали в Парадис. Куплен на честные две тысячи долларов у соседа по подъезду. Возле подъезда и ночует. Воры и угонщики, тьфу-тьфу, на «Мустанга» пока не покушались. Надо полагать, их отпугивала не столько сигнализация, сколько год выпуска. Рисковать из-за такого старья идиотов нет. Хоть в этом у моей ладушки есть преимущество перед «Мерседесом». Со сладкими мыслями о «Мерседесе» мчусь на рынок. Нет, серьезно, я со школьной скамьи мечтаю о немецком внедорожнике. И неистово верю. Мечта рано или поздно сбудется. Для этого надо всего-навсего 25,5 лет отработать курьером. Правда, не питаясь и не пользуясь никакими благами цивилизации. Зато потом... Я хочу машину непременно с кожаным салоном. И, конечно, с автоматической коробкой передач. От педали сцепления у меня на ноге уже мозоль. Хотя с механикой немцы, наверное, уже и не делают. Пока же я накопил только на эмблемку трелистник, которую прицепил на капот «Мустанга». Вообще-то не думайте, что кроме как развозить путевки и черный нал, я ничего не умею и ни к чему не стремлюсь. Просто на данном жизненном этапе вынужден заниматься именно этим непрестижным занятием. Юридический колледж, сделавший из меня дипломированного специалиста, к сожалению, не обеспечил высокодоходным рабочим местом. Давай, студент, выплывай, как сумеешь. А с учетом, что в Питере одних только вузов с юридическими кафедрами больше десятка, то шансы на безбедную жизнь с дипломом колледжа просто смешные. Вот до сих пор и смеюсь. После службы в армии, без контракта, я два года смеялся на рынке, продавая пиратские диски, потом немного на мойке машин и теперь здесь, в Парадизе. К слову, в юристы я подался не совсем по призванию, хотя в детстве мечтал стать защитником обиженных и угнетенных. Скакать в черной маске на лошади, размахивать шпагой и защищать, защищать, защищать. Но, повзрослев, я понял, что держать лошадь в двухкомнатной квартире слишком хлопотно и от защиты угнетенного населения отказался. После школы действовал по принципу, какое учебное заведение окажется ближе к дому, туда и буду поступать. Юридический колледж был ближе всех. И хотя теперь я могу отличить презумпцию невиновности от презентации невинности, ощутимых дивидендов мне это не приносит. К слову, один мой сокурсник тоже мечтал о джипе и воплотил таки мечту в жизнь. Не сказать, что особо оригинальным способом, но зато подчеркнутым из произведения искусства. Подсмотрел в культовом фильме способ изготовления пугача из ножки стула и смастерил такой же, зарядив убойной порцией серы из спичек и гвоздей. Потом остановил на трассе джип, подсел, не помню уж под каким предлогом, и разрядил в лицо хозяина порцию железа. Тот сразу не умер, минут десять кровью истекал. Сокурсник перебросил тело на заднее сидение и рванул к своему дому. По пути его менты тормознули, но ничего подозрительного не заметили. Подумаешь, спит пьяный сзади. Короче, ночью покойника в канаву, джип на стоянку.